Пока человек пребывает в нестяжательности, непрестанно приходит ему на мысль приселения из жизни, и прилагает он всегда попечение свое о жизни по воскресении, во всякое время промышляет о всяком там уготовании и приобретает терпение, бегает всякой чести и телесного покоя, посеваемого в помысли его, и помысл о пренебрежении мира ежечасно животрепещет в уме его, и благодушен он в уме своем, и приобретает во всякое время крепкое сердце, чтобы встретить всякую опасность и всякий страх, причиняющий смерть, даже не боится и смерти, потому что ежечасно устремляет на нее взор, как на нечто приближающееся, и ожидает ее, попечение же его, с несомненным вполне упованием, возвергнуто на Бога. И если встретится ему скорби, то он как бы уверен и точно знает, что скорби доставят ему венец, и терпит их со всякую радостью, принимает их с весельем и радованием, ибо знает, что сам Бог по причинам полезным предназначает ему он и в своем неявном для нас домостроительстве. Если же случится ему, по действию и ухищрению оного мудреца на всякое зло, по какой-либо причине приобрести что-либо приходящее, то все ежечас в душе его начинает пробуждаться любовь к телу. Помышляет он о долгой жизни. Ежечасно в нем возникают и приходят в силу помыслы о плотском покое. Превозмогает над ним телесное и изыскивает сам в себе, невозможно ли ему, как бы то ни было, иметь у себя все, что составляет для него этот покой. И выходит он из этой свободы не подчинение помыслам страха, а оттого при всяком случае останавливается на мыслях, приводящих в боязнь, и придумывает причины к страху. Потому что отнята у него эта твердость сердца, какую приобрел он, когда в своей нестяжательности был выше мира, и какую обогащался в душе своей, как наследник мира, по мере того, что приобретал он. Подвергается же он страху по закону и домостроительству, определенному Богом. На служение, чему уготованы бывают члены наши, тому и порабощаемся. И, по слову апостола, повинны бываем работать со всяким страхом. Прежде всех страстей – самолюбие. Прежде всех добродетелей – пренебрежение покоем. Кто тело свое придает покою, тот в стране мира причиняет ему скорбь. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом старости и воздыхает в последние дни свои. Как тому, у кого голова в воде, невозможно вдыхать в себя тонкого воздуха, разливающегося в этом пустом недре, так и тому, кто погружает мысль свою в здешние заботы, невозможно вдыхать в себя ощущение оного нового мира. Как воня смерти расстраивает телесный состав, так и непристойное зрелище, мир ума. Как невозможно, чтобы в одном теле были здравие и болезнь, и одно не расстраивалось другим, так невозможно, чтобы в одном доме были множество денег и любовь, и одно не вредило другому. Как стекло не может оставаться целым при столкновении с находящимся поблизости камнем, так и святой, когда бывает вместе, надолго остается и беседует с женою, не может прибыть в чистоте своей и не оскверниться. Как с корнем вырываются деревья, сильным и постоянным притоком вод, так искореняется и любовь к миру, в сердце, притоком искушений, устремленных на тело. Как лекарства истребляют нечистоту худых соков в теле, так и жестокость скорбей очищает сердце от лукавых страстей. Как мертвец не может издавать запаха, ощущаемого от живых, так и душа инока, погребенного в безмолвии, как в гробе, лишена того веяния, какое обыкновенно наподобие дыма появляется при ощущении чего бы то ни было находящегося в употреблении у людей. Как невозможно остаться невредимым тому, кто щадит своего врага на поле битвы, так невозможно и подвижнику душу свою избавить от погибели, если щадит он тело свое. Как юная дева поражается страшными зрелищами и, предаваясь бегству, держится за края одежды своих родителей, призывая их на помощь, так и душа, в какой мере утесняется и сокрушается страхом искушений, спешит прилепиться к Богу, призывая его в непрестанной молитве. И пока искушения продолжают одно за другим нападать на нее, умножает моление, а как скоро получает опять освобождение, предается паренью мыслей. Как предаваемым в руки судьям для наказания за злодеяние, если они, как скоро приближаются к пыткам, смирятся и немедленно сознаются в неправде своей, наказание уменьшается, и вскоре, по малых скорбях, избавляются они от суда. Если же какие преступники бывают упорны и не сознаются, то подвергают их новым пыткам, и напоследок, после многих истязаний, когда тело их покрыто бывает ранами, хотя и сознаются они невольно, но не получают от того никакой пользы, так и мы. Когда за прегрешения наши, неосмотрительно нами сделанные, милосердие придает нас в руки праведного всех судьи и повелевает распростереть нас под жезлом искушений, чтобы облегчить тамошние наказания наши, если, как скоро, приблизится к нам жезл судьи, смиримся, вспомним свои неправды и принесем в них исповедание карающему нас. По кратковременных искушениях вскоре избавимся, а если ожесточимся в скорбях своих и не исповедуем, что действительно виновны в таковых грехах и достойны потерпеть еще и большие из их скорби, напротив того, станем обвинять людей, а иногда бесов, в иное же время и Божию правду и утверждать, что мы невиновны в таких делах, и это будем помышлять и говорить, а не помыслим, что Бог лучше нас самих знает и ведает нас, что суды Его по всей земле, и без Его повеления не наказывается человек, то все случающееся с нами будет причинять нам непрестанную печаль, скорби наши увеличатся, и одна после другой будут они, подобно веревке, связывать нас, пока не познаем себя, не смиримся и не почувствуем беззаконий своих, ибо не почувствовав их, невозможно нам дойти до исправления. И напоследок, обремененные множеством скорбей, без пользы для себя будем приносить исповедание, когда обыкновенно уже не бывает утешения. Но сие Восчувствовать грехи свои есть дарование, которое подается нам Богом, когда Бог видит, что утомлены мы многообразными искушениями. И тогда входит нам на мысль, чтобы при всех несчастьях и скорбях наших не отойти нам из мира сего, не получив для себя никакой пользы. И то, что не уразумеваем грехов своих, бывает не по трудности искушений, но по неведению. Нередко иные, находясь в подобных сему обстоятельствах, отходят из мира сего виновными и не исповедавшимися в своих грехах, но отрицающимися от них и обвиняющими других. Милосердный Милосердный же Бог того ожидал, чтобы простить их и сделать им облегчение, если бы только смирились, и не только сделал бы облегчение их искушений, но простил бы им и пригрешение, умилостившись и малым сердечным исповеданием. Как иной, принеся великий дар царю, награждается от него ласковым взором, так и тому, кто имеет в молитве свои слезы, великий царь веков Бог прощает всякую меру грехопадений и награждает его благоволительным взором. Как овца, выходя из ограды и скитаясь по пастбищу, останавливается у логовища волков, так и монах, отлучающийся от собрания друзей своих под предлогом пребывания в безмолвии, встречает постоянно зрелище, уходит от них и приближается к ним и проходит в городах по позорищам, то есть театральным представлениям. Как человек, который на раменах своих несет многоценную жемчужину и идет путем, на котором есть разбойники и о котором носится худая молва, ежечасно бывает в страхе, чтобы не подвергнуться нападению, так и тот, кто несет бисер целомудрия и шествует в мире на этом вражеском пути, не имеет надежды избавиться от разбойников, пока не придет в обитель гроба, то есть в страну упований. И может ли не страшиться тот, кто несет с собою драгоценную жемчужину, так и этот не знает, в каком месте, откуда и в какой час подсматривают за ним и лишат его внезапно надежды его. И в дверях дома своего, то есть во время старости своей, будет он ограблен. Как человек, который пьет вино в день плача, упившись, забывает всякую печаль о своем трудном положении, так и упоенной любовью Божией всем мире, то есть в доме рыдания, забывает все свои труды и печали и по причине своего упоения делается бесчувственным ко всем греховным страстям. Сердце его подкрепляется надеждою на Бога, душа его легка, как пернатая птица. Ум его ежечасно возносится от земли, превыше всего человеческого парить своими помыслами и наслаждается бессмертием у Всевышнего. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Толкование на Евангелие от Матфея Стихи 23-24 И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Господь взял с собою в корабль учеников, чтобы они видели чудо, попускает им быть в опасности от бури, для того, чтобы с одной стороны приготовились к искушениям, а с другой увидев чудо, тем более веровали. Он спит с той целью, чтобы ученики его пришли в страх, сознали свою немощь и обратились к нему с молитвою. Посему евангелист говорит стихи 25-26. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали «Господи, спаси нас, погибаем!» и говорит им «Что вы так боязливы, маловерны?» Не называет их неверными, а маловерными, потому что когда сказали «Господи, спаси нас», они показали всем веру, но слово «погибаем» уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда он плыл вместе с ними. Заметь, что укоряя их в маловерии, Господь дает знать, что маловерие привлекает опасности, поэтому сперва он утишил их душевное волнение, а потом и морское. Далее стих 26-й и 27-й. «Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Дивились, потому что по виду он был человек, но дела его были божественные. Под удивляющимися человеками, разумеется, ученики, поскольку никого еще не было с ними. Говорили же они, кто это, потому что не уверились, кто он. святитель Иоанн Златоуст Толкование на Евангелие от Матфея Влезши же ему в корабль и доша ученицы его, и се трус вели бысть в море, якоже кораблю покрыватися волнами, той же с Паши. Глава восьмая, стихи двадцать третий и двадцать четвертый. Лука не входя в исследование порядка времен говорит так «Бысть же воедин от дней, той влези в корабль и ученицы его». Евангелие от Луки глава восьмая, стих двадцать второй. Точно так же говорит и Марк. Но Матфей поступает не так. Он соблюдает здесь и самый порядок происшествий. Не все евангелисты о всем писали одинаково, о чем и прежде говорил я, чтобы кто-нибудь из опущения не заключил, что между евангелистами есть разногласия. Итак, Христос послал прежде народ, а учеников взял собою, как они свидетельствуют о том. Взял же их не без цели и не без намерения, но для того, чтобы сделать их зрителями чудо, имеющего совершиться. Он, как некий наилучший наставник детей, поучал их тому, чтобы они, с одной стороны, были бесстрашны среди бедствий, а с другой смирялись среди почестей, чтобы они не превозносились тем, что Спаситель, отослав прочих, удержал их при себе, для достижения этой цели и вместе для приучения их к мужественному перенесению искушений, попустил им обуреваться волнами. Хотя, конечно, велики были и прежние чудеса, но настоящее чудо и заключало в себе немалое назидание и было знаменем, подобным древнему. Потому Спаситель и берет с собою одних только учеников. Где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу, но где предстояли искушения и ужасы, там он брал с собою одних только подвижников вселенной, которых он хотел обучить. Далее Матфей говорит просто, что Иисус спал, а Лука говорит, что он спал на возглавии, показывая через сто свое смирение и поучая нас великой мудрости. Итак, когда поднялась буря и море сильно волновалось, ученики будят его, говоря, Господи, спаси мы, погибаем. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 25. Спаситель, прежде чем усмирить море, обратился к ним с обличением. Буря, как сказал я, попущена была для научения учеников. Это было образом имеющих постигнуть их искушений, так как и после того Спаситель часто попускал им впадать в жесточайшие бедствия и через то укреплял дух их. Потому и Павел говорил, не хощу же вас не видите, братья, яко попремногу отяготихам сепачи силы, яко не надеетесь нам и житье. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 8. И далее опять говорит, иже от таликия смерти избавил ны есть. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 10. Итак, Иисус прежде всего укорил учеников своих, показывая тем, что надобно быть мужественными и среди сильнейшего обуревания волн, что Он все устрояет во благое. Так и самое смущение их принесло им пользу, поскольку чудо представилось им гораздо важнейшим, и происшествие навсегда сохранилось в их памяти. Когда Бог имеет намерение совершить что-нибудь чудесное, то сначала преустрояет многое для утверждения его в памяти людей, чтобы они не забывали совершенного им чуда. Так и Моисей сначала страшится змея, и страшится не просто, но и с великим смущением, и потом уже видит совершающееся чудо. Так и ученики ожидали сначала погибели, а потом получили спасение, чтобы они через уверенность в опасности познали величие чуда. Вот почему спаситель и предается сну. В самом деле, если бы буря случилась во время его бодрствования, то они или не устрашились бы, или не стали бы его просить, а может быть, даже не подумали бы, что он может совершить подобного рода чудо. Потому то он и предался сну, чтобы дать им время испытать страх и заставить их сильнее почувствовать происходящее. Человек иначе смотрит на то, что случается с другими людьми и что случается с ним самим. Так как ученики видели всех других облагодетельствованными, а себя самих не получившими никакого благодеяния и были беззаботны, они ведь ни хромы не были и никакой другой подобной болезни не имели, и потому им надлежало собственным чувством испытать его благодеяние, то он попускает восстать буря, чтобы им через спасение от нее сильнее почувствовать его благодеяние. Вот почему спаситель совершает чудо и не в присутствии народа, чтобы не обвинили учеников в маловерии, но взявши их с собою одних, исправляет и прежде укращения волнения вод, укращает волнение душ их, укоряя их такими словами, что страшливее есть те маловери. Евангелие от Матфея глава 8 стих 26 и вместе научая, что не нашествие искушений, но слабость духа производит страх. А если кто скажет, что ученики не по страху и не по маловерию приступили к Иисусу и разбудили его, то я скажу, что это-то самое особенно и было доказательством ненадлежащего их о нем мнения. они были уверены в том, что Он вставший может укротить бурю, но что может сделать это и во время сна, в этом не были уверены. И что удивляться несовершенству их в настоящем случае, когда они и после многих других чудес еще оставались весьма несовершенными. Потому то Христос часто и укоряет их, так, например, когда говорит «Еще ли и вы без разума есть те» Евангелие от Матфея глава 15 стих 16 И так не удивляйся, если народ не имел о нем высокого понятия, когда и сами ученики пребывали несовершенными. «Чудишася», говорит евангелист глаголюще, «Кто есть сей человек, яко и море и ветри послушают Его» Евангелие от Матфея глава 8 стих 27 Впрочем, Христос не обличал их в том, что его называли человеком, но ждал до времени, вразумляя их чудесами, что такое их мнение о нем ошибочно. Отчего же почитали его человеком? От того, что он имел образ человеческий, спал и был на корабле. Поэтому-то они в недоумении и говорили, кто есть сей. Тогда, как сон и внешний вид показывали в нем человека, море и тишина являли в нем Бога. Хотя и Моисей сотворил некогда подобное же чудо, однако и здесь открывается преимущество Христа, потому что Моисей чудодействовал как раб, а Христос как Господь. Христос не простирал жезла, подобно Моисею, не воздевал рук к небу, не имел нужды в молитве, но, как Господь, повелевающий рабу и творец твари, единым словом и повелением он укротил и усмирил море. И буря тотчас совершенно утихла, так что не осталось никакого и следа волнения. Евангелист изобразил это так «И бысть тишина велье». И что было сказано о величии отца его, то он опять явил в делах своих. Что же было сказано об отце? Рече, говорит пророк, иста дух бурен. Псалом 106 «Так и здесь говорится, сказал «И бысть тишина велье». Потому-то особенно и удивлялись ему люди. Между тем они не удивились бы, когда бы он поступил подобно Моисею. «А» «Я велье». Я